12 июня наша страна отмечает один из главных государственных праздников – День России. Он символизирует национальное единение и нашу общую ответственность за настоящее и будущее Отечество. В парке Ильинка состоялась торжественная часть праздника с поздравлениями от почетных гостей, чествования волховчан и массовым исполнением гимна России. Для всех желающих было организовано множество игровых локаций, а также различные мастер-классы в рамках областного фестиваля «День детства», который также состоялся в городском парке. Россия – это страна с уникальным природным и духовным богатством, соединившая в рамках единого государства множество народов, культур и религиозных конфессий. В этот день каждый из нас чувствует себя частицей великой державы, а нас в России, по последним данным Федеральной службы государственной статистики, проживает более 146 миллионов человек. По этому показателю страна занимает девятое место в мире по численности населения. Все волхачане и гости города сплотились и в едином порыве приняли участие в акции, которая шагала по всей нашей необъятной родине. Пели гимн России все вместе. Россия – огромная страна, которой нет равных по красоте и щедрости души. Родина – неузарядных личностей и безмерных талантов. Народ, который с поколения в поколение копил и приумножал вековую мудрость своих предков. Государство во все века свято чтившее традиции и культуру населявших его народов. Россия – любимая наша страна, Могучая воля, великая слава, Твое достояние на все времена. Славься, Отечество наше свободное, Братских народов союз вековой, Предками данная Мудрость народная, Славься, страна, Мы гордимся тобой. Праздник День России – это праздник новой нашей страны. Пусть он послужит укреплению и возрождению нашего патриотизма, Нашему уважению к нашей любимой державе. Послужит воспитание патриотизма нашего подрастающего поколения. Особые слова поздравления тем, Кто в настоящий момент, в настоящее время сражается на фронтах, Не боюсь того слова, Укрепляет суверенитет нашего государства И служит нашей Родине. Мы докажем всему миру, Что мы страна, которую необходимо уважать, В которой достойно уважения. А наша задача – укреплять наш суверенитет, Акады всемирную поддержку нашим военным, А здесь заводится о членах и семей. Уважаемые жители района, Еще раз поздравляю вас с Великим праздником Днем России. Благодарственное письмо вице-губернатора Ленинградской области За активное участие в реализации общественно значимых инициатив Вручили Ольге Витальевне Барановой, Ведущему специалисту отдела организационно-контрольной работы И взаимодействия с органами местного самоуправления Администрации Волховского муниципального района. Благодарность законодательного собрания Ленинградской области За широкую общественную деятельность И большой вклад в дело патриотического воспитания молодежи Объявили Абаниной Екатерине Алексеевне, Председателю садоводческого некоммерческого товарищества «Локомотив». У каждой страны есть обязательные государственные символы Герб, флаг, гимн, Конституция Российской Федерации И, конечно, паспорт – основной документ гражданин России. И именно на этом празднике волховчанам были вручены Главные документы – паспорта граждан Российской Федерации. Паспорта вручили Михаилу Андреевичу Архипову, Софье Викторовне Романовой, Анастасии Григорьевне Цуркан, Ксении Вячеславовне Федаровой, Софии Андреевне Бодягиной. Гостей праздника поздравил народный самодеятельный коллектив ансамбль «Танца Русь» руководитель Анна Ткаченко с танцем казачьей. Семья и Родина во все времена были и остаются главными человеческими ценностями. Любовь к своим близким, родной земле и к людям помогает нам жить, придает силы. Семья и Родина – единое целое, и одно не может существовать без другого. От того, как мы почитаем традиции своей семьи, зависит, какой будет наша страна завтра. Поэтому очень символично, что в рамках Года семьи в России в Волхове проходит областной фестиваль «День детства», направленный на укрепление института семьи, возрождение семейных ценностей, сохранение народных традиций, улучшение демографической ситуации в Ленинградской области. Россия – это люди, это мы с вами. И я искренне верю, что многодетные семьи – будущее великой, могучей России, нашей Родины. Иначе нам с вами просто нет для кого будет развивать экономику. Нас мало. Поэтому поддержка материнства и детства, и, конечно, осознанного отцовства – это самое главное, что есть на современном этапе. Пусть наши семьи будут большими, многопоколенными, традиционными. А брак в Российской Федерации, согласно Конституции, это союз мужчины и женщины. И это очень радостно. Позвольте в этот прекрасный солнечный день, День России, пожелать вам благополучия и мира в ваших домах, счастья и заботы в ваших многопоколенных семьях. Радуйте друг друга каждым днем своего мироощущения и питья. И на праздники чествовали и поздравляли тех, кто каждый день вместе ведет свою семью к успеху и счастью. Награды получили семья Надежды Константиновны Фонтюшовой и Николая Александровича Филюгина, победители в номинации «Спортивная семья». Семья – активный участник районных и городских мероприятий, а также все члены семьи имеют значки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Дготов к труду и обороне». В номинации «Активная семья» наградили семью Секретаревых. Ирина Александровна, мама, работает тренером по футболу в КСК «Алексина», достойно воспитала троих детей и теперь счастлива видеть, как подрастают внуки. Большая и дружная семья Секретаревых ведет активный образ жизни, занимается спортом, продвигая лыжные гонки и развивая футбол в поселении. А также все члены семьи успевают принимать участие в различных конкурсах. В номинации «Творческая семья» поздравили победителей семью Владимира Владимировича и Кристины Александровны Рыжкиных, почетную семью Ленинградской области. В номинации «Семья СВО» наградили семью Алексея Александровича и Людмилы Николаевны Скакун. Супруги растят троих дочерей, младшие девочки посещают творческие коллективы в Доме культуры «Железнодорожник», а старшая Софья учится в университете и продолжает спортивную деятельность в школе Олимпийского резерва в Санкт-Петербурге. В номинации «Многодетный папа» поздравили Павла Петровича Лунева, который воспитывает четверых детей, троих мальчишек и одну красавицу-девочку. В номинации «Семейное дело. Экологические проекты. Развивать» наградили три сестры, три педагога – Алену Васильевну Константинову, Марию Владимировну Логвину и Елену Владимировну Николаеву. Замечательные наставники, мамы, которые в свободное от работы время вместе с детьми занимаются волонтерством. В номинации «Юбилейная семья» наградили Виктора Ивановича и Людмилу Павловну Тонкус. Людмила Павловна – почетный гражданин Волхова, окончила Ленинградский финансово-экономический институт имени Плеханова. Виктор Иванович в 14 лет пришел на Волховское пассажирское автотранспортное предприятие, где отработал 45 лет, отмечен знаком «За доблестный труд». В этом году семья будет отмечать изумрудную свадьбу – 55 лет совместной жизни. В номинации «Растим таланты» победителями признаны София Петухова, 15 лет, занимается вокальным мастерством более пяти лет и семь лет по классу фортепиано в Сестройской детской школе искусств. Победитель районных, всероссийских и международных конкурсов вокального мастерства, постоянной участницей областных праздников и фестивалей. Мария Боровкова, 6 лет, одержав победу на региональном уровне, воспитанница детского сада номер 8 «Сказка» города Волхов под руководством опытного педагога Маршевой Елены Юрьевны представила в финале межрегионального чемпионата Ленинградскую область в номинации «Парихмахерское искусство». Мария Боровкова награждена дипломом победителя регионального чемпионата для дошкольников «Юный мастер» Ленинградской области в компетенции «Парихмахерское искусство». В номинации «Патриотическое воспитание юного гражданина Российской Федерации» награждены Светлана Станиславовна Семенова, заведующая детским садом номер 4 города Волхов. Коллектив учреждения подготовил патриотический видеоролик «Мы выбираем» и Юлия Михайловна Важенина, исполняющая обязанности заведующего детским садом номер 1 города Волхов, победный видеоролик коллектива «Бессмертный полк». Желаем каждой семье оставаться такой же активной, видеть свои семейные гнезда, чтобы в доме царила любовь, а на земле был мир. Ну а творческое поздравление прозвучало от образцовой эстрадной студии «Карамель» руководитель Анна Наварич. День России – напоминание о преемственности поколений, об ответственности граждан страны за завтрашний день. Сегодня мы вместе строим современное демократическое общество, участвуем в формировании эффективной экономики нашего государства, создаем комфортные условия для жизни и работы его жителей. В единстве наша сила. Россия – это большая сверхдержава, у которой большая многовековая история, и на протяжении всех веков, на протяжении своего существования Россия отвечает на многие вызовы, которые ей бросают ее оппоненты. И благодаря людям, благодаря тому менталитету нашей страны, сплоченности, умению прийти на выручку в трудную минуту, наша страна преодолевает все трудности с высоко поднятой головой. Сегодня Россия – это огромная страна с уникальными духовными природными богатствами, которые объединяют большое количество народов, религий, конфессий. И мы с вами должны гордиться нашей страной, беречь ее. И Россия – это мы. Работая каждый на своем рабочем месте, мы делаем нашу страну сильнее. Именно от нас зависит настоящее и будущее нашей отчизны, наших детей, наших внуков. Поэтому я поздравляю всех с праздником, с нашим государственным праздником, хочу пожелать всем мира, добра, благополучия и совершать как можно больше хороших, благих дел на благо нашей Родины. С праздником, с Днем России! Поздравляю вас всех с нашим Днем России. Желаю всего самого наилучшего. Россия – это огромная страна, многонациональная, и мы в ней. И мы радуемся и счастливы, что мы живем в России, а не где-то. Здесь наши корни. Отсюда началась Россия, Старая Ладога. Здесь все начиналось и продолжается. Россия была, Россия есть, Россия будет. И как сказал наш президент, Россия находится посередине, а не, как говорят западные товарищи, что слева восток, справа запад или наоборот. Просто мы посередине, а они рядом. Всех с праздником, здоровья, счастья и успехов на нашей земле, России. Россия – великая спортивная держава, и на территории Волховской земли есть свои спортивные таланты, ведущие нашу страну, Ленинградскую область и родной муниципальный район к победным вершинам. И в этом восхождении огромную роль играет всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». И на праздники руководители Волховского района вручили золотой отличительный знак комплекса ГТО Диане Владимировне Красновой, Милине Витальевне Карнаух, Екатерине Андреевне Тимофеевой, Виктории Евгеньевне Федоровой, Артему Евгеньевичу Пустовойт, Матвею Константиновичу Киселеву, Злате Егоровне Соколовой, Савелье Сергеевичу Усанову, Юлии Игоревне Осиповой, Роману Олеговичу Борисову, Николаю Вадимовичу Крутицкому, Марии Константиновне Морозовой и Ксении Константиновне Морозовой. Поздравляем наших спортсменов с заслуженными наградами, желаем покорения новых вершин, трудолюбия и веры в себя. Продолжился праздник концертом под флагом России, выступление творческих коллективов Волховского городского дворца культуры и Дома культуры «Железнодорожник». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!